Обычное футбольное поле осужденные превратили в большой стадион с трибунами и вип-местами. Теперь они не могут дождаться, когда же здесь начнутся спортивные соревнования. Каких фигур только не встретишь здесь. Рядом со снежным стадионом осужденные построили подводную лодку, бассейн и сказочную печь. На другой площадке из сугроба соорудили каменную стену, через которую пробиваются танки. Вырезать скульптуры, говорят, было несложно. Наоборот, занятие пришлось по душе. Надо было сначала, конечно, вылепить снег, чтобы собрать определенное количество и отсечь все лишнее, как говорится. И получилось вот это, что получилось. Боремся, чтобы снег не завалил, красоту сохранить на новогодние праздники. Напротив местной пожарной части красуется огромная красная машина. Это снежное произведение тоже дело рук осужденных. Говорят, долго думали, какую скульптуру бы вылепить. В итоге за четыре дня двое мужчин сваяли автомобиль «Урал». Горжа у нас стоит в один-в-один «Урал». Решили сделать «Урал», потому что мы работали в этой сфере, являемся пожарными. Мы надеемся, что мы просто победим всех. А вот эта фигура прямо говорит об авторе. Человек с чувством юмора. Огромный унитаз заслуживает особого внимания. А вот НЛО – неопознанные лежащие объекты. Они вышли случайно. На самом деле авторы хотели изобразить елочные игрушки. Но получилось то, что получилось. Зато над символом грядущего года мужчины поработали на славу. Удались и главные новогодние персонажи. Здесь у нас главные персонажи – это Дед Мороз и Снегурочка. Дед Мороз традиционно с подарком. Снегурочка ярко, радостно встречает всех входящих и выходящих. Все эти фигуры, осужденные колонии, приготовили для конкурса снежных скульптур. Результаты его будут известны в январе. Если просто лепить, это неинтересно. Если попытаться соревновательный дух, он все равно поднимает у них и настроение, и желание. Мы будем оценивать, конечно, и за масштабность, и за оригинальность, и за художественное мастерство. При выполнении категории притумываем разные. Жюри у нас 9-го числа будет подойдение итогов. А пока в колонии и поселении ждут Нового года. Как заверило руководство, для осужденных здесь приготовят праздничный ужин и разрешат лечь спать позже, чем предусмотрено режимом.